Здравствуйте! Сегодня частью проекта «Год народной славы» стала библиотека имени Танты Алигея. У меня в руках книга, которая станет частью экспозиции «Сказ старушки о 12-м годе» писательницы Екатерины Владимировны Новосельцевой изданы под псевдонимом Толочевым. Большинство рассказов писательницы посвящены о войне 1712 года. И основаны на документальных источниках. Хотя сама писательница не была современником Отечественной войны, но рассказы, записанные еле от слов очевидцев, создают особенную атмосферу доверия и причастности к миру героев. Давайте же прочтем один из отрывков, посвященных Отечественной войне и московскому пожару 1712 года. Плохо спалось нам в эту ночь. Лишь только улеглись, недалеко от нас вспыхнул пожар. Глядим, вдруг загорелось с другой стороны, а там и столетий. На другой день пожары усилились, и сами французы пытались их тушить. Все эти пожары слились в один, и потекло по Москве огненное море. Стало оно к нам подходить. Куда идем, сами не знаем, а из Москвы надо выбраться. Идем одной стороной улицы, а другая горит. Такой был страх, что рассказать не расскажешь. Помню, поравнялись мы с какой-то церковью. И церковь горит, и дома горят. Просто ад кипит. Со всех сторон все рушится. Бревна горят и катаются по улицам. Так и сыплются головни. Летит с крыши листовое железо. Жара такая, что не продохнешь, а мостовая раскалилась, ноги сжет. Как поравнялись мы с церковью, колокольня вся была в огне, и колокол сорвался и рухнул около нас. Уже рассказать не могу, что со мной сталось. Мне с первой-то минуты показалось, что этот колокол раздавил меня до смерти. Проходите в библиотеке города Москвы, где в рамках проекта «Голд народной славы» музей «Панорама Воронинская битва» продолжает знакомить вас с юбилейными изданиями, вышедшими к 100-летнему юбилею Отечественной войны.